здорово бандиты запишем сегодня зал героев потому что ну типа как бы там выбор большой по поводу турнира который будет проходить вот участники которые участвуют там снизу там кто-то еще есть я как бы заскринил всех таких всех самых известных и кто выше всех но они по рейтингу расположены по рейтингу на рта который был нас расположили и по какой-то там системе нас раскидали в группы сейчас покажу как группа будут играть так это так я очень кончено как-то сфотографирование нет нет я нормально сфотографировал от группа там и тундра нами только тундру знаете из группы и вряд ли вообще кого-то знаете но здесь квадзира вот чувак нормальный и наши ги смоки но его вряд ли кто-то знает группе bdf играет это прикольно прикольно что все русские пока что попали в разные группы и то что сагильдейцы тоже в разных группах находится вообще классно мне очень нравится вот эта фишка в турнире что сагильдейцы в разных группах это клёво так в группе bdf остальных вряд ли кто-то знает вот из группы в джонни браво из нормальных арканист вроде тоже нормальных так группы c это кто money boy blacky bear тоже стример я не знаю стримикле точнее ютубер делает ли он видео до сих пор но это ютубер в прошлом популярный мотео моте я думаю все практически знаю группе g группе g кто еще и но это пидор бостер и зарез так что по делам и моего мотео выявить в строку удачи ему наху пусть наслаждается как раз этот долбоеб играет через бомберов у мотео как пиздец какие скоростные монстры удачи этому долбоебов мне прям даже не жалко этого бостера ебанова так чё там группа c вот группа г и вот последние две группы моя и рейнера так ну как бы у меня в группе я и два вообще хуй знает кто вот этот зад я вообще не знаю кто это вот это вот там до это пидор китаец кто смотрел старые видео помнит меня все время и башил китаец на арене вот это вот этот пидорас и принципе принципе он олень полный но он купил очень жесткий аккаунт это один из первых аккаунтов но на тот момент это был самый быстрый бернард на сервере хотя там вроде как где-то в золоте был бернард быстрее но не знаю короче но это был очень быстрый аккаунт он его превратил в какое-то дерьмо ну как бы я я как бы не особо боюсь то есть но сыграем посмотрим что он может я не боюсь как бы думаю все нормально будет хотя хуй знает сегодня так плохо это играл просто пиздец это хейтед байрон rng но я видел его много раз на арене там типа донат и дела там ретиши там вся хуйня как бы я что-то как-то тоже не опасаюсь его посмотрим как сыграем это все как бы просто донаторы которые у которых куча монстров я не особо парюсь на эту тему ну да если я там попаду под какой-то каток там типа блять панда ганимет хатор там да табло блять как бы да тогда я в говне а так я не боюсь группа аж это последняя группа рейнер big booty beach остальных я не знаю вот этот шанкс это вроде как аккаунт ренгара потому что там михаэль на этом аккаунте там арх света на этом аккаунте там праха на этом аккаунте есть вроде как это аккаунт ренгара судя по всему а если это аккаунт ренгара там в принципе неплохие руны ну и целом акт то есть сильных достаточно конечно его за время там купли-продаж его не слабо подпортили этот аккаунт но это все равно остается аккаунт он я думаю он даже в текущем состоянии лучше чем мой так что ну и блять артамиель это артамиель на это все таки так ну такие короче группы думаю турнир будет интересный освещать турнир будут childish и knightly gaming это ютуберы популярные childish это ниггер такое knightly gaming это ну я думаю кто с глобала его знают по-любому у него по-моему еще flex knight что ли как-то ник или пингвин кнать это как это такая хуйня у него ник что-то я не помню нормальный кстати чел этот flex knight такой немножко еблановатый но как бы все в принципе нормально есть у него свои загоны это нормально для каждого стримера у каждого своя какая-то фишка свои тупники какие-то свои загоны так ладно окей по поводу океануса этот интересно его переодел короче я из него сделал такого своеобразного грузера но мне если честно не очень нравится так текущая сборка я бы даже сказал даже блять я не знаю но дамаги мало то есть я владел чисто под рта потому что на арене я поиграл с ним ну мне он просто не нужен на арене я не знаю он бесполезен абсолютно то есть вот есть примерно один пак из тридцати на арене где он действительно что-то мне решал и как-то мог помочь но и все равно я убивал этот факт без него то есть просто с ним это было там быстрее или комфортнее там типа reset верну там не надо лишний раз ее убивать тому что такое как бы ну короче не знаю я пробовал его в дамаге надевать мне абсолютно не понравилось без тяны вообще не то пальто и я по протестил его на рта ну пока тоже очень очень сомнительно у меня нет нормальных разгонов чтобы его юзать поэтому пока сложно вообще сказать что-то я пока не совсем догоняю короче что я делаю не так то есть я его брал танкопаком я не особо получалось может надо как-то через гемини то и комбинации такие придумывать но не знаю короче посмотрим я может какой-то в этой плейс ним сделаю хотя ну на арену я не вижу смысла с ним летсплеи делать ну а чё толку то есть он будет просто как чувак который будет давать стан и а пока стоять он ничего делать не будет то есть убивать будут другие монстры они он разве что на гв какой-то летсплей можно с ним сделать типа ну квест какой-то типа что на гв его поюзать но не знаю там тоже там нагревается тоже вообще тяжело потому что там такие диваны и паки стоят если гильдии нормальная против бомжи какая разница кого пикать там все равно результат один и тот же по поводу зала героев расскажу там пять героев на выбор из них вариации это бомбер из нормальных вариаций его можно взять просто потому что если у тебя есть светлый бомбер ему скиллы качнуть или ты малакой активно пользуешься ему скиллы качнуть ну и собственно на этом все больше как бы причин брать этот зал нету второй зал нормальный это сильв света ну как сказать сам по себе зал говно то есть монстр полное говно он даже хуже чем он даже хуже чем тайрон но прикол в том что светлых темных монстров очень часто бафают и не исключено что так я пока я пока запущу наверно я очень сильно получил пизды в прошлый раз здесь учета у меня есть мнение что мне нужно по-другому героя взять я даже я даже если честно я хоть знаю кого взять потому что пиздюлей я греб вообще знатных так вот это я убираю может его взять да не лучше ориона возьму орион где веро масло это долго будет пиздец там очень долго но для химеру ветра да вот химеру ветра наверно лучше возьму вместо него и по хоть разные стихии будут можно еще химеру воды будет попробовать но не знаю меня на третьей волне очень сильно убивали поэтому я решил поменять героев потому что это хуйня полная что меня убивают блять на или 3 волне так чё я рассказывал так сейчас я вспомню сильв света почему сильв света потому что очень сильная ну как бы вы все знают эту фишку что допустим вот и рис была дерьмом ее бафнули и монстр стал вообще диким то есть такая же хуйня может произойти сильвом света если вам никто из зала героев не нужен да то как бы логично можно взять именно ее ну именно сильв от света потому что ну есть шанс что его бафнут просто тупо тупо только ради этого это это логично я бы так сделал если бы у меня не было деса точнее точнее если бы у меня был без я бы так и сделал потому что ну если его бафнут а у тебя его не будет это печалька так ну и последний вариант кто там драка ни о чем кто еще драка не особо нужен так кто там еще так драка это огонь из воды кто самурай самурай полное говно тоже брать смысла нету только если скилл и лдшным качать но тоже такое хуй знает но тоже нет как бы не знаю ни туда ни сюда а кто последний остался на одесс но как по мне это лучший выбор просто потому что там лучше ничего вообще нету все остальное прям совсем шлаковое это ждать если что-то из этого бафнут переделают как бы хуй знает такой сомнительная приколюха почему диас хорош кто-то задается вопросом типа ну типа есть же дориена хулики под зачем зачем там типа париться насчет этого диаса если просто можно взять дориена да типа и вообще не париться но тема тема немножко в другом в чем фишка во первых его намного легче один чем дориена на очень-очень много легче потому что ударе на плохая база дефа ударе на база дефа как дамагера пятизвездного там 500 560 по моему если я ничего не путаю то есть даже у химеры воды например база больше чем у дориена хотя у химеры неплохая база воды не самая дачная примерно ладно и в чем прикол еще он получает резист цивайка что тоже как бы имеет определенный вес то есть это тоже приятно плюс он получает меньше урона из-за пассивки на крит и за счет резиста это пассивка весит чаще дольше и так далее и тому подобное плюс он на первом скилле имеет во первых у него 3 дебафа еще как бы в отличие от дориена у дориена всего два как бы третий дебаф это крест на первом скилле то есть как бы да ты лишаешься раскола от дориена и дориен больше бьет это как бы да это типа клёво но крест очень очень сильно увеличивает скорость заходов в данже потому что если босс похилится то как бы все плохо все очень плохо получается то есть крест вот именно для скоростных заходов очень важен да даже для долгих заходов очень важен если крест всегда висит то как бы вы рано или поздно убьете босса он просто не будет получать хилл не знаю очень много плюсов у диаса перед дориеном и такой как бы еще немаловажный плюс но для меня допустим это то что у него есть резист лидер у меня как бы проблема тем что у меня нет полезных лидеров да то есть это панда панда как бы тоже такой себе прикол и и проблемы с лидером не слабые и вот как раз без эту проблему решить блять этот пак так долго бьет это просто просто пиздец вообще 440 надо веромаса на кого-то поменять да в жопу веромаса я не знаю кого можно взять можно типа химирую еще одно значит а я боюсь что я пиздец получу для варианта кианаса типа чтобы станет их мрази ну-ка попробуем так без атак бафа я не должен там вся проблема на третьей волне пиздец там дамаг неадекватный то есть в чем вот допустим фишка с дориеном ему ставишь дефруну и получается как-то ну вообще беспонтово и дефа немного и как бы да и чет все как-то не в кассу получается вроде дефа немного вроде как или и хп при этом мало и что-то как-то вообще все не очень а с этим все нормально то есть ему буквально стыкаешь там хп руну пару хп допов и все этом 2 дефруны ему стыкаешь он вообще живет замечательно у него просто триллион дефа плюс он кресты вешает на босса постоянно раскол будет реже да на боссе чем с дориеном это минус но как бы все остальное практически уходит плюс и получается что плюсов намного больше ну и как бы лидер это тоже немаловажно не тоже об этом говорил третья волна момент истины раскол в очень плохое место полетел не мне пиздец будет если они туда будут бить нахуй надо хладамов бить я точно сдохну если они туда будут бить ох сейчас она уебет 15000 до жестко надо бивать вода покрывать жесткая жесткая волна вот это вообще просто пиздец я не представляю как ее не ну как бы можно убирать дамагеров да эти чисто в два дамагера и тогда будет автобой но не знаю такое что-то блять очень такое не такое себе пляжа скинера сдохнет да нет кстати она выживает охуенно эти идиоты сейчас воскрешать будут вот такой зал героев какой-то жесткий прям очень я не знаю кто то другие зала героев я не знаю большинство по-любому диаса брали потому что ну не идея собрались скорее всего те кто умственно неполноценный или те у кого есть свой диас остальные все вменяемые люди должны как бы диаса брать потому что хотя хуй знает не все в принципе заботятся о рейде кому-то похуй на рейды хотя рейды вроде как очень важная часть игры я думаю есть такие люди кому похуй на них первые игры на турнире у меня будут через пару дней 25 числа у меня первые игры должны быть посмотрим матео уже к тому времени сыграть должен будет так что я думаю на каком-то из стримов можете спросить как он сыграет я правда не знаю с кем у него первая игра у меня есть расписание но я не помню просто с ним но у него там игры из сильных соперников у него только пип наверное все жесткий хох пиздец реально жесткий эти волна это это от вообще то есть надо типа надо делать парк какой-то но типа вместо химеры час он например вместо химеры воды или ветра час он добавляешь и получается наверное вменяемый пока может как-то да не через ведро это залупа он тоже настакает самосуху даст и все я нет я бы не подбирал пак может он и несложный если правильный пак подобрать но в любом случае просто чисто спидпаком со уема вами здесь беспонтово потому что это лидия ходит и все досвидули все равно четыре минуты это пиздец как долго жесткая хуйня кто сомневается я вот уже качаю диаса где он блин я уже его и выкнул уже его качаю в принципе у него база хп небольшая да там 9 600 что лили 9 400 что такое на база дефа приятная плюс скорость ну и стартуешь старака резиста то есть подогнаться под под 100 резиста на рейде вообще очень легко то есть даже под свою лидерку 70 резиста вообще не проблема собрать ну 30 резиста просто срун найти это вообще не проблема я даже планирую его fight run и одеть но у меня толковых fight run в принципе нету есть две сомнительного качества в первый слот есть что-то вменяемое остальное такое себе но посмотрим в общем всем советую я собрать если у вас какие-то сомнения есть силь в света полное говно то есть кто-то кто-то думает что он там хороший нет полное говно монстр если у вас есть какие-то сомнения то брать его не советую полная хуйня это худшие сельфов хуже него да не знаю да все хуже чем она ухо самый худший из всех даже и стихийный блять бар это лучше аэром лучшим метая лучше блять и черный еблан тоже лучше они все лучше единственный глю момент что его по-любому бафну вопрос в том когда потому что сельфы были забафаны несколько патчей подряд им бафали 2 скилл им бафали 1 скилл и они как были говном так и остались ими никто кроме малышни не пользуется потому что они очень очень слабые то есть посредственный дамаг и ничего в принципе интересного скилл и тоже так себе так что я вам гуешь то сельфов баф над но блять вопрос в том когда вот в чем проблема очень всем спасибо да всем спасибо всем пока